Здравствуйте. Фонду обязательного медицинского страхования ОМС не хватает полтриллиона рублей на зарплаты врача. Выплаты предусмотрены майскими указами президента, пишут ведомости. Как сказано в пояснительной записке, к проекту бюджета ОМС в 2017 году на индексацию зарплат врачей дополнительно необходим 71 миллиард рублей. В 2018 году 196,5 миллиарда, в 2019 году 219,5 миллиардов рублей. Напомню, по так называемым майским указам, подписанным президентом Владимиром Путиным, в 2017 году зарплата врачей должна составить 180% от средней в регионе. Среднего и младшего персонала 90 и 80% соответственно. В 2018 году зарплата среднего и младшего медперсонала должна сравняться со средней по региону, а зарплата врачей превысит этот показатель в два раза. Компания Мегафон запустила свою банковскую карту. Ее уникальность в том, что счет карты – это счет мобильного телефона. С помощью карты абоненты Мегафона могут расплачиваться везде, где принимают карты платежной системы Мастеркард. Средства при оплате будут списываться с баланса телефона. Счет мобильного телефона – это и есть счет вашей карты. Сколько денег на телефоне, столько доступно и на карте. Этими средствами вы можете оплачивать покупки, совершать платежи и переводы онлайн. Пополнять счет можно любым удобным для вас способом. Оформить карту легко в любом салоне Мегафона при предъявлении паспорта. Процедура займет всего несколько минут. Стоимость обслуживания – 0 рублей, то есть это не зависит ни от тарифного плана, которым вы пользуетесь, ни от остатка на счете, ни от объема транзакций, никаких звездочек, дополнительных ограничений, все прозрачно. Приятные бонусы для владельцев карты на остаток денежных средств начисляется 8% годовых. Вознаграждение – кэшбэк у партнеров до 10%. То есть оплачивая карты, товары и услуги, можно получить обратно на счет 10% от суммы покупки у партнеров проекта. Причем не бонусами, а реальными деньгами. С новой банковской картой от Мегафон сегодня мы получаем возможность безналичных платежей. Сегодня вы можете совершать покупки в любых магазинах, накапливать проценты и совершать беспроцентные переводы по всему миру. Сегодня мы объединили две технологии – телеком и банковскую сферу. И сегодня мы предоставили нашим абонентам ключ к использованию, к свободному использованию денежных средств на вашем мобильном счете. Пользоваться картой безопасно. Она соответствует всем стандартам платежной системы Мастеркард. Подробнее на сайте bank.megafon.ru Курортный сбор введут только в пяти регионах России. Это Ставропольский край, Крым, Севастополь, Алтай и Кубань. Эти регионы могут стать пилотными по введению курортного сбора, сообщили в Министерстве Северного Кавказа. В этих территориях планируется ввести налог за использование курортной инфраструктуры. Он будет опробирован на протяжении пяти лет. После этого, в случае положительного эффекта, эта практика будет распространена на другие курортные регионы. Регионам предлагается самим устанавливать размер курортного сбора. Максимальный размер сбора не должен превышать 150 рублей в сутки. Курс доллара, по данным Центробанка, на выходные составляет 62,99 рубля, курс евро – 69,37 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах.